Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые коллеги, все присутствующие в этом с традициями зале. Прежде всего, позвольте вас поздравить с тем, что мы вместе собрались здесь сегодня, в субботу, 25 апреля 2015 года, потому что встреча — это всегда то, что дарит нам новое, всегда то, что раздвигает наши горизонты и то, что меняет нас. Позвольте вас также поблагодарить за те улыбки, то настроение, те эмоции, ту красоту, которая читается на лицах, красоту внешне, внутреннюю, которую вы привнесли вот с этим посещением сюда, в этот зал, и которая тоже будет работать на создание чего-то нового. И я, в общем-то, вижу определенные, наверное, здесь символы. Символы в том, что перспективная, талантливая наша молодежь, она собралась в стенах одного из, действительно, крупнейших вузов страны, который имеет, ну, по сути, уникальный статус. Это и классический многопрофильный вуз, который готовит по очень большому количеству специальностей, и на первой, так называемой, ступени, и по очень большому количеству специальностей, второй ступени магистратуры, и вуз, который одновременно находится в уникальном месте, на Гродничине. И этим он славен, и этим он имеет большие возможности для развития. Я считаю, что эта встреча действительно символична, потому что, во-первых, ничего случайного не бывает, и то, что вы здесь находитесь, это то, что уже, наверное, можно где-то назвать шаги судьбы. Почему я так говорю? Очень простой, наверное, есть секрет успеха, который вам скажет любой человек, который задумывается и бросает взгляд в прошлое, на свой жизненный путь. Секрет успеха, наверное, заключается в том, чтобы ставить правильное, грамотное, реалистичное цели и их выполнять. Хочешь быть счастливым? Будь им. И поскольку ничего случайного не бывает, я думаю, что у вас есть уникальный шанс. Мне очень хотелось, чтобы вы этим шансом воспользовались. Я не буду агитировать сейчас поступать в наш университет, а просто, чтобы вы сделали в жизни очень правильный выбор. И прожили практически эту жизнь как свою судьбу. А понятие жизни и судьбы – это не равнозначное понятие, не дождественное понятие. Я думаю, что если каждый из здесь присутствующих задумается, то он для себя сделает вывод, что это не одно и то же. И, безусловно, прожить жизнь как судьбу – это значит сполна реализовать весь тот потенциал, который есть в каждом из нас, в каждом из присутствующих. И, по сути, нахождение в стенах Гродинского университета – это возможность реализовать вот этот тот шанс. Почему? Потому что университет не просто является, здесь уже звучало, крупнейшим вузом, одним из крупнейших вузов в нашей республике. Это действительно так. Вуз, который имеет богатейшие традиции, богатейшие традиции и в учебе, богатейшие традиции и в научном плане, мощные школы, советы по защите диссертаций, опытные, грамотные профессора, доценты, преподаватели. Но вуз, который действительно уникален, и это приходится слышать от очень многих людей, причем совершенно иногда далеких от системы образования. Наверное, Гродничина, пересечение очень многих миров, место, где встречаются практически все мировые религии, особое место, и нахождение здесь такого центра образования и науки – это тоже далеко, наверное, не случайно. Вуз сегодня не просто является многопрофильным, около 70 специальностей, причем не только научно-педагогических, тех, которые дают возможность стать учителями по всем предметам, которые сегодня преподаются, но и вуз, который имеет явно выраженные технические профили. Это и профиль IT-технологий, это инженерно-строительный профиль, это профиль машиностроительный, физико-технический, химический, биотехнологический, многие другие составляющие этого огромного конгломерата профессий, которые обеспечивают кадрами практически не только нашу родничью, нашу землю, но и всю республику. Можно даже сказать, что тот военный факультет, который существует при университете, только он один единственный, готовит специалистов по другим специальностям для Министерства обороны и является лучшим в этом отношении среди всех остальных вузов, которые занимаются подготовкой кадров для укрепления правоспособности страны. Можно много говорить, конечно, о вузе, но я бы сказал немножко о другом, о том, что, например, с началом учебного года у нас начнет полноценно функционировать студенческий координационный совет. И основная идея, задумка этого совета – это усилить роль влияния студенчества в управлении вузом. Не просто на словах, не просто где-то эпизодически, как это достаточно встречается и нередко, но сделать студенческую аудиторию полноправным партнером, субъектом в реализации общих каких-то целей, общих задач, общих идей, которые стоят перед универсантами. На каждом факультете есть соответствующие студенческие координационные советы, выборная система. И я думаю, что если вы пополните ряды альмаматов, то у вас действительно будет очень интересная жизнь, которая насыщена не только внутренними процессами в университетской среде, но и возможность еще получить самое, что именно есть, хорошие эмоции, впечатления, пополнить свою образовательную копилку, научную копилку, за счет участия и в международных проектах, которые сегодня в университете достаточно сильно развиты, и возможность побывать в других вузах, в других странах, а у нас практически все профили имеют, профили подготовки кадров имеют вот такую уникальную возможность. Это на самом деле дорогого стоит. И тот факт, что вот, например, летом мы ожидаем в летнюю школу приезд наших коллег из одного из испанских вузов. В сентябре месяце у нас ожидается приезд наших коллег из рядом казахских вузов, наряду с китайскими студентами. Это тоже о чем это говорит. Это говорит о том, что вуз прочно занимает свое яркое, видное место в системе образования нашей страны. Поэтому очень хочется пожелать вам сделать именно правильный выбор. Выбор, который определит, в общем-то, вашу дальнейшую судьбу. И я желаю тех условий, того настроения, тех эмоций, которые есть сегодня для того, чтобы этот выбор был именно правильным. И чтобы вы правильно, постепенно шли к тому, что мы называем, наверное, судьбой в жизни каждого человека. И еще раз праздник!